Запрет на покупку, импорт и транзит угля из России вошел в пятый пакет санкций Евросоюза. На этом фоне ожидается наплыв топлива из соседнего государства в Казахстан. Отечественным предприятиям не избежать конкуренции с российскими компаниями. Потребители от этого только выиграют, отмечают в Ассоциации грандобывающих предприятий страны. Повышения цен на уголь в Казахстане не будет. Некоторые производители, наоборот, снизили его стоимость от 3 до 7%. Тему в деловом обзоре продолжит Камила Тастамбекова. Увеличить экспорт угля в полтора раза могут казахстанские компании. Запаса в стране достаточно, ущерба внутреннему рынку это не нанесет, сообщил исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горнометаллургических предприятий Казахстана Николай Родостовец. По расчетам объединения до конца года топливо в республике будет даже в профиците. Отсюда вытекает логичный вопрос, как эффективно организовать экспорт казахстанского угля за границу. Тем более, что в мире на него выросли как спрос, так и цена. Из-за санкций, которыми облагается Россия, приходится искать альтернативные маршруты для транспортировки угля в Европу. В ассоциации видят необходимость в более активном развитии порта Актау. Также предлагают налаживать логистику через Азербайджан и Грузию. Для решения этих задач в Казахстане создали рабочий штаб. Представители ассоциации совместно с государственными органами работают над тем, чтобы на казахстанских железных дорогах не отразились российские санкции. Выходом из положения стал бы ввод зеленого транспортного коридора на РЖД для отечественных компаний. По нему перевозчики могли бы свободно доставлять груз в Европу или другие страны. Мы сейчас с Министерством индустрии очень активно прорабатываем этот вопрос. Нужно изменить не только правовые акты, действующие в Казахстане, но и в России. И мы рассчитываем на большую поддержку дипломатических структур Казахстана в России, в Азербайджане, в Грузии. И мы постоянно сейчас работаем на связи. Конечно, я не могу сказать, что буквально в течение недели мы это решим. Но мы убеждены, что мы это решим. Тем более мы видим достаточно взвешенную политику со стороны нового государства, который так или иначе нас ориентирует на расширение продаж. Впервые за 13 лет цены на уголь в США превысили 100 долларов за тонну. Четтами оказались попытки американских производителей электроэнергии сократить использование этого вида топлива. Из-за подорожания природного газа фактически его потребление напротив выросло. Ожидается, что в этом году в Соединенных Штатах увеличится и экспорт угля. На это повлияет желание горнобывающих компаний воспользоваться рекордными ценами на мировых рынках. Отмечу, что события в Украине привели к тому, что покупатели начали искать замену российскому углю. На долю этой страны приходилось почти 18% мирового экспорта в 2020 году. Почти миллиард долларов затратил Национальный банк Казахстана на валютные интервенции в марте. Этот шаг предпринимался для обеспечения стабильности на валютном рынке страны. Напомню, из-за высокой волатильности на внешних рынках в середине марта курс национальной валюты превысил 500 тенге за доллар. Торги на казахстанской фондовой бирже проводились в формате франкпурского аукциона. Поддержку тенге также оказывали продажи из НАЦФОНД для осуществления трансфертов в бюджет. Их объем достиг почти 900 миллионов долларов. В течение месяца обменный курс тенге был подвержен как ослаблению, так и укреплению, отметила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдобекова. К концу марта нацвалюта отыграла значительную часть потерь и доллар стоил 467 тенге, укрепившись почти на 6%. С начала апреля эта тенденция продолжилась и сейчас доллар торгуется на уровне 450 тенге на фоне продаж экспортеров и снижения спроса со стороны населения на иностранную валюту. Полностью заменить российскую нефть невозможно. В ОПЕК об этом предупредили Европу. Как передает рейтер, глава организации стран-экспортеров нефти в ходе личной встречи с руководством Евросоюза рассказал, что произойдет случай запрета на поставки черного золота в рамках санкций. По его подсчета, мировой рынок может остаться без 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Компенсировать такие потери не получится. В ответ представители Брюсселя попросили ОПЕК увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей. Но руководитель ОПЕК отметил, что это едва славит текущую волатильность на рынке. Отмечу, что нефть накануне подешевела до 98 долларов за баррель. Цены падают на фоне локдауна в Китае за рост заболеваемости ковидом, а также решение распечатать стратегические запасы черного золота. Это вся информация к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова